Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать». Сегодня в нашей студии благочинный церквей Одинцовского округа Московской епархии священник Игорь Нагайцев. Батюшка, здравствуйте! Добрый вечер! За время, прошедшее с нашего последнего предыдущего совместного выхода в эфир, произошло множество событий, которые мне хотелось бы с отцом Игорем сегодня обсудить. А вы легко можете присоединиться к нашей беседе, задав любой интересующий вопрос по студийному телефону 495-508-8684. Итак, батюшка, давайте начнем с одного из масштабных событий, которое произошло совсем недавно, 1 ноября 2018 года в Государственном Кремлевском дворце. Под руководством президента России Владимира Путина и святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла состоялось пленарное заседание 22-го Всемирного Русского Народного Собора. И посвящено оно было теме «25 лет по пути общественного диалога и цивилизационного развития России». В заседании принимало участие в том числе и делегация Одинцовского благочиния. И хотелось, чтобы вы вот по еще свежим следам поделились своими впечатлениями от этого события. Конечно же, впечатление самое положительное, потому что это такой грандиозный форум, где, наверное, самое главное стоит отметить, что собрались неравнодушные люди. Люди, которые любят Россию, люди, которые хотят, чтобы Россия была великой державой, люди, которые поддерживают самобытность, историческую самобытность нашей Родины. И, конечно же, это представители общественных организаций, представители различных объединений. То есть те люди, которые действительно желают, чтобы наша сторона шла по пути развития. Но, тем не менее, чтобы этот путь развития был, скажем так, наверное, благоприятным и для всех тех, кто нас окружает. То есть не ущемляя ничьих прав идти вперед к намеченной цели. Об этом говорил и Святейший Патриарх, и наш президент говорил об этом. И поэтому те выступления, которые были на этом заседании, они действительно открыли очень многое. Во-первых, уже это заседание было 22-м. И, конечно же, можно уже было подводить некоторые итоги. Итоги с момента первого заседания собора. И посмотреть, какой путь эта организация прошла за весь этот период. Поднимались совершенно разные вопросы за период существования этой грандиозной площадки. По различным вопросам церковь давала людям представление, свое мнение. Это были и вопросы цивилизационного характера. Это были вопросы своего собственного пути для России. Это были вопросы, касающиеся внутреннего устройства нашей страны. Но, тем не менее, очень было приятно видеть людей, которые действительно горят желанием что-то менять. И менять, наверное, прежде всего самих себя. Почему? Потому что очень часто мы начинаем что-либо изменять вокруг себя, забывая о том, что главное изменение требуется внутри нас самих. И, конечно же, вот этот нравственный выбор, перед которым стоит каждый человек, А сейчас мы стоим перед этим выбором каждый день, каждую минуту, он очень важен. И поэтому следует помнить, что иногда нам следует, наверное, больше обращать внимание на простые вещи, которые касаются лично нас. Как говорил Серафим Саровский, по-моему, спасись сам, а вокруг тебя спасут тысячи. Да, именно так. И вот этот путь, который действительно у России уникальный, он представляет большой интерес и с исторической точки зрения, и с нравственной оценки. Поэтому, опять же повторюсь, вот этот формул, он действительно был каким-то грандиозным. И вот даже все желающие уже не могут вместиться, даже в такой огромный дворец съездов, он раньше назывался, от нашего облагочения смогло принять в части всего лишь 15 человек. Но, тем не менее, вот ту информацию, которую они получили, они смогли поделиться и со всеми, кто этого желает. Ну, и тем более, все документы собора, они публикуются в сети интернет, можно посмотреть на сайте Патриархии, выступления нашего Патриарха и выступления нашего президента. Поэтому все эти документы доступны для общего пользования. Ну, вообще, вот дата 25 лет, кажется, несколько преуменьшенной, да, может быть, это новейшая, имеется в виду новейшая история России, да. Понятно, что в какой-то момент, возможно, этот путь прерывался, общественного диалога и цивилизационного развития, но, на самом деле, ему, конечно, не 25 лет. И история вот этого пути российского, трудного, непростого, она, конечно, намного длиннее. Ну, если мы вот от сегодняшнего времени отнимем 25 лет, мы увидим, что как раз вот этот вот рабочий орган, скажем так, был создан именно в 90-х годах, когда Россия действительно находилась на перепути дорог и практически подчас на пути гражданской войны, это и 91-й год, и 93-й год, именно тогда появился Всемирный Русский Собор, где смогли, который действительно стал площадкой для обсуждения различных тем. И церковь предложила эту площадку подчас даже противоборствующим силам, которые смогли найти общий язык в то время, для того, чтобы не проливалось кровь, для того, чтобы действительно мы развивались, а не деградировали. И это действительно очень важно. Вот этот вот четверть века, который прошли, они показали, что Собор действительно сделал многое. И я думаю, что еще больше им предстоит сделать. Ну, понятно, если по временной шкале 25 лет отсчитать назад, мы поймем, в какую критическую точку нашей истории мы попадем. Это 93-й год со всеми событиями непростыми, подчас драматичными, которые тогда происходили в России. Ну и, батюшка, русский мир стремится к диалогу и развитию. Это ясно, действительно, хотя бы даже по наличию таких площадок. Диалог и развитие подразумевают то, что люди хотят друг друга слышать, слышат, пытаются понять. Но, к сожалению, такая ситуация не везде складывается так оптимистично. Есть места, есть территории, на которых все выглядит достаточно трагично. Ну и вот хотелось бы, чтобы вы дали несколько практических советов православным в связи с событиями, происходящими на Украине. Я думаю, что все воцерковленные люди не только следят за этими событиями, переживают, сопереживают тем, кто подвергается гонениям. Прозвучали достаточно страшные слова не так давно, когда русскую православную церковь попросили покинуть территорию свою каноническую. Ну, понятно, что это, может быть, слова, это только слова пока, но что за ними последует, мы не знаем. Тем не менее, не вдаваясь вот в эти подробности, понятно, что, наверное, давать им оценку надо на более высоком уровне. Но, тем не менее, какие ограничения они накладывают на бытовую жизнь верующих, на посещение россиянами и православными украинцами храмов и святых мест? Есть ли какие-то здесь ограничения в связи с этими событиями, в связи с этими словами, действиями? Возникли ли какие-то ограничения, связанные с личным общением, с пожертвованием средств и так далее? То есть, вот здесь несколько таких просто житейских советов верующим. Ну, как, наверное, все знают, Священный Сенат Русской Православной Церкви принял обращение, в котором было сказано, что мы разрываем университическое общение с Патриархом Константинопольским Варфоломеем ввиду его антигнонических действий относительно Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Действительно, каждый человек пытливый может увидеть, что действия антигнонические, то есть противозаконные, скажем так. Потому что Патриарх Варфоломея не имеет никакой власти над Украинской Церковью, на территории Украины. Это территория, канонически принадлежащая Русской Православной Церкви. Лишь Русская Православная Церковь может даровать автокефалию, автономию или какие-то более широкие права самостоятельности Украинской Православной Церкви. К сожалению, мы очередной раз видим, что в церковные дела вмешались политические силы. К сожалению, Патриарх Варфоломей стал неким проводником. Орудием, можно даже сказать. Можно, наверное, даже сказать орудием. Орудием в руках политиков, к сожалению. Это никаким образом не дает нам право говорить что-либо плохое об украинском народе. Потому что, тем не менее, это братский для нас народ, так же, как и белорусский народ. И, конечно же, мы всегда рады видеть и украинцев на своей земле. И надеемся, что и они будут нас рады видеть на своей. Но, тем не менее, вот сейчас ситуация такова, что гефритическое общение и прерванность Патриарха Варфоломей не опоминается. И свою оценку его действиям дали уже многие представители различных церквей. И все сходятся к единому мнению, что данные действия являются антиканоническими. И разрушающими даже, можно сказать, структуру. Структуру и самого Патриархата Константинопольского. И подрывающие просто доверие к самому Патриарху и к церкви, которую он возглавляет. И сейчас, действительно, мы имеем некоторые ограничения по участию в богослужении как мирян, так и духовенства в тех храмах, которые канонически относятся к Патриарху Константинопольскому Варфоломею. То есть мы не имеем возможности принимать участие в богослужениях, мы не имеем возможности причащаться к Христовым тайн в этих храмах. И мы не имеем возможности принимать участие в каких-либо общественных форумах или собраниях, которые проходят под эгидой именно Патриарха Варфоломея и Патриархата Константинополя. К сожалению, такие действия были вынужденными со стороны Русской Православной Церкви, потому что Святейший Патриарх Кирилл сделал все возможное для того, чтобы этот процесс не начинался. Он действительно встречался с Патриархом Варфоломея, и Святейший Патриарх не раз комментировал, что он готов сделать все для того, чтобы этого раскола не состоялось. Но, к сожалению, произошло все по-другому, и Церковь была вынуждена отреагировать именно таким способом. По большому счету, для людей, которые не так часто, наверное, посещают Турцию, Стамбул и другие места, наверное, никаких особых ограничений это на себя не накладывает. То есть, рядом с территорией Одинцовского района, на территории Одинцовского района храмов, принадлежащих Константинопольскому Патриархату? Никаких-либо учреждений. Здесь абсолютно полное подчинение Московскому Патриархату или правящему епископу областной епархии, либо напрямую стейшему Патриарху Кириллу. Поэтому, слава Богу, что жители Одинцовского района это неким образом не касается. Если же они пересекают границу и летят на отдых в Турцию или в другие страны, то, конечно же, об этом ограничении стоит помнить. Потому что, если мы действительно являемся членами русской православной церкви и действительно являемся сыновьями, дочерьми церкви своей, то тогда мы должны все-таки исполнять то предписание, которое на нас накладывает ограничения в общении христическом. Что касается некого перечня тех организаций, тех зданий, церковных церквей, которые нельзя посещать, можно ли где-то с ним ознакомиться с этим полным перечнем? И вообще, если вдруг происходит такое нарушение, если человек не обратил внимание, например, на какие-то таблички у входа и зашел такие, тем более все равно с экскурсиями достаточно часто и в Стамбул в тот же ездят россияне. Насколько это серьезное нарушение с точки зрения православного церкви? Вы знаете, здесь именно речь идет не о посещении, а об участии в богослужебной жизни. То есть, с точки зрения просто экскурсионной. Если как музей посетить, то здесь... Мы можем посещать, да. Но, знаете, возникает очень много вопросов. Мы подчас едем очень далеко. Мы любим посещать самые отдаленные места мира с паломническими поездками. Но почему-то забываем, что на территории России расположено огромное количество святых мест, которые по, не знаю, качеству, количеству благодати, по значимости никаким образом не уступают самым излюбленным местам посещения православных людей со всего мира. Это и Соловецкий монастырь Валаам. Я вот недавно беседовал с человеком. Он говорил, только сейчас он понял, что, посетив Афон 12 раз, он ни разу не был в наших монастырях, которые являются, знаете, оплотом, можно сказать, православия. Это и Соловецкий монастырь, Валаам. Он даже не был в Санкт-Петербурге, в Александрнецкой лавре. То есть, человек, 12 раз посетивший Афон, к сожалению, ничего не знает о своих святых, ничего не знает. Обывавшие в Иерусалиме не были в Дома Иерусалима. Да, к сожалению, вот эта странная ситуация, когда мы куда-то, знаете, за чудом едем за Триморья, а то чудо, которое находится у нас рядом, мы почему-то о нем забываем. Это очень странная ситуация, поэтому я надеюсь, что все-таки это даст нам возможность посещать все-таки те монастыри, те храмы, которые действительно являются центром духовной жизни Русской Православной Церкви прежде всего. Хотя даже на территории Афоны есть монастырь Пантелиновский, в котором возможно участие в богослужениях представителя нашей Церкви. Сейчас эти вопросы обсуждаются еще до сих пор. Вообще посещение физической Афоны не закрыто для русских православных? Вы знаете, насколько мне известно, оно не закрыто для простых граждан, но какие-то ограничения для посещения священнослужителей, насколько мне известно, из средств информации, какие-то возникали сложности для посещения Афона, потому что там необходимо получить специальный документ для посещения самого полуострова. Вот такие случаи были. Насколько они повсеместны и насколько их много, я, к сожалению, не знаю, но вот из средств массовой информации я такое слышу. Я знаю, что огромное количество паломнических поездок организуется в том числе и Одинцовским благочением. Ну, просто был удивлен, приятно, когда этот перечень увидел. И действительно, может быть, людям, которые хотели бы приобщиться к святости настоящей, побывать в святых местах, действительно стоит посмотреть поближе. Не далеко за границу, а действительно сначала познакомиться с тем, что находится буквально на расстоянии вытянутой руки, а потом уже, может быть, если здесь не получат то, чего... Ну, вы знаете, как если не получат здесь, то, наверное, и далеко ехать, и смысла нет. Не получат уже и там. Вы знаете, у нас подчас бывают странные отношения. Мы почему-то считаем, что действительно качество и количество благодати, да, оно зависит от места. Прямо пропорционально расстоянию от места жительства. Да, да, да. И мы куда-то летим, куда-то едем и забываем, что прежде всего, возможно, мы даже не сможем усвоить ту благодать, которая там нам будет подана, потому что наше сердце не готово к этому, да. Поэтому здесь, наверное, все-таки стоит задумываться о своем духовном внутреннем состоянии, для того чтобы действительно иметь возможность воспринимать ту благодать, которая нам подается. Но мы это забываем и почему-то, посещая святое место, ничего не чувствуем. Почему? Потому что место не святое, потому что наше сердце настолько огрубело. Это вопрос, наверное, который должны сами люди, сами себе задавать, посещение святое место. Ну что ж, батюшка, я думаю, как раз это та ситуация, вот то, о чем мы сейчас говорили, когда действительно можно с полным основанием сказать на все волю Божией, Бог рассудит. И как бы я думаю, что все разрешится наилучшим, наилучшим образом для верующих, Я думаю, что да, потому что любое разделение, оно от дьявола. И, к сожалению, представители Константинополя, видимо, забыли об этом. Потому что Бог всегда имеет начало объединяющее. А тот, кто пытается что-либо разделить, он, к сожалению, совершенно от других сил, нежели чем от Бога. Ну и давайте теперь все-таки к более приятным вещам. 4 ноября православные отмечали праздник казанской иконы Божией Матери. Праздник в честь Дня освобождения Москвы и России от поляков в 1612 году. Вообще, вот в чем причина такой притягательности образа, именно казанского образа Богородицы? Почему именно к нему с таким трепетом относятся? Понятно, что трепет вызывает любой образ Богородицы, но вот именно казанский вызывает особые какие-то чувства в русской душе. Вы знаете, я в детстве этот вопрос такой же задавал своей бабушке. Почему именно так почитают казанскую икону Божией Матери? На что и моя бабушка, и многие другие отвечали. Посмотрите, какая она строгая. Строгая, но глаза наполнены любовью. Вот этот иконописный образ, который мы с вами видим, и знаем его как икона казанской Божией Матери, почему-то имеет действительно особо притягательное значение для каждого человека. Ну и тем более в этот день, как вы сказали уже, в день празднования в честь казанской иконы Божией Матери, мы воспоминаем День народного единства. Действительно, в 1112 году, благодаря заступничеству Престой Богородицы, мы смогли избежать той интервенции, которая совсем уже была близка даже к центру Москвы, скажем так. И действительно таких чудес с участием святых, с участием Пресвятой Богородицы, просто с участием, скажем так, сверхъестественных сил, если так можно сказать, их огромное множество в истории, и церкви в истории России. Что же касается этого дня, то этот день, это такой церковно-государственный праздник. У нас не так много совместных праздников, но вот этот день является именно церковно-государственным праздником. Таким являются и День славянской письменности, и культуры, да, и вот все-таки хочется верить, что уже и Рождество, и Пасха, все-таки уже это такой церковно-государственный праздник. И День Святой Троицы. Но тем не менее, почему-то вот именно в этот день огромное количество людей приходит в храм для того, чтобы помолиться, для того, чтобы попросить Пресвятую Богородницу, Богородницу, заступничество, помощи в жизни. И по наполняемости храмов можно этот день сравнить с каким-либо двунадесятым праздником. Тем более, в этом году так совпало, что 4 ноября было воскресным днем. Конечно же, огромное количество людей пришло в этот день в храм, и пришли многие семьи с детьми. И вот этот вот людской поток, он не иссякал и во время богослужения, и после богослужения. Действительно было видно, что люди с особым сердцем подходят к коне Пресвятой Богородицы, с особым сердцем просят Пресвятую Богородицу, благодарят за какие-либо уже явленные для них чудеса в их семье, возможно. Поэтому, наверное, мы не сможем своим разумом даже ответить на вопрос, почему же так именно относится к Казанску, к икону Божьей Матери. Но, тем не менее, я думаю, что ответ этот настолько индивидуальный, что он есть в сердце у каждого человека. Ну, вообще, как-то считается, по-моему, многие люди считают, что именно Богородица благоволение особое к России проявляет. Ну, может быть, это несколько самонадеянно, но, тем не менее, по отношению нас к этому образу... Россия, возможно, это одним из уделов Пресвятой Богородицы. Действительно, если посмотреть историю, но не ту историю, которая, знаете, была описана в учебниках еще в период Коммунистической партии, наверное, посмотреть более глубоко документы, можно увидеть действительно, что многие факты говорят о том, что мы имеем особое представительство от Пресвятой Богородицы за весь русский народ, за нашу страну. И в каких-то действительно сложных моментах истории мы действительно имеем возможность обратиться к Пресвятой Богородице для того, чтобы она явилась объединяющим началом, прежде всего. Так было и в 91-м году, и в 93-м году, когда встречались особые молебны перед иконой Пресвятой Богородицы в Еловском храме, в соборе города Москвы, действительно, люди тысячи приходили и просили, чтобы Пресвятая Богородица помогла и явилась вот тем началом, вокруг которого смогли бы объединиться совершенно разные силы и совершенно разные люди. То есть Господь попускает каким-то сложностям в жизни русского народа происходить, но и дает защиту от этих сложностей? К сожалению, очень часто так бывает, если опять же посмотреть исторически, то чем лучше мы живем, тем почему-то дальше мы отдаляемся от Бога. Поэтому, к сожалению, надо об этом помнить. И, наверное, чем чаще мы будем вращаться к Богу, тем тогда, может быть, будем лучше жить. Меньше жесткости будет в нашей жизни. Да, потому что, к сожалению, очень редко бывает, что люди возвращаются в храм для того, чтобы поблагодарить. Чаще всего приходят с просьбами. Это тоже хорошо, но благодарности сбывать тоже не стоит. Ну и хотелось, чтобы Вы в нескольких словах описали месяц, прошедший в жизни нашего благочения, какие события показались Вам наиболее интересными, наиболее важными. Ну, Вы знаете, конечно же, если вернуться немножко в октябрь, начало октября, то в октябре состоялось открытие нового учебного года в школах воскресных, в храмах Одинцовского благочения. Начался новый учебный год и на курсах, которые называются миссионерские, тихизаторские курсы Одинцовского благочения. Вот совсем недавно прошла акция «Согреем детских сердца», которая проходила по всему Подмосковью, в том числе в Одинцовском районе. В этой акции обычно принимают участие духовенство, принимают участие дети, которые лишены родительского тепла, родительской любви и просто дети, находящиеся в трудной какой-то семейной ситуации, дети с особенностями в развитии, ну и так далее. То есть это в основном праздник, действительно направленный на детей. Дети приходят в храм, для них свершаются какие-либо мероприятия, их пытаются всеми поделиться хотя бы частичкой любви для того, чтобы их согреть и их сердце, подчас лишенное родительского тепла. Конечно же, проходили различные мероприятия. И вот хочется отметить, что прошла районная олимпиада по духовно-укроведению Подмосковья. Также прошел муниципальный и региональный этап примет православной культуры. И также хочется отметить, что в этих двух олимпиадах и региональном этапе православной культуры очень хорошие результаты показали именно учащиеся Одинцовских школ. Почему я так говорю? Потому что вот этот региональный этап православной культуры включал в себя представителей как из Венигора, так и из Нарофоминского района. Но именно учащиеся школы Одинцовского района показали себя на должном уровне. Это было очень приятно. Можно даже сказать, что вызвало некую гордость. Такую хорошую снисль этого слова. Но не удивление, да? Да. Поэтому вот много очень произошло встреч за этот период. Мне запомнилась встреча и с Кристалинской Марьяной Николаевной, представительницей, человек с активной жизненной позицией, представительницей родительского сообщества. Наметили мы тоже планы для взаимодействия. Очень было приятно, что она поддерживает те начинания, которые мы ей озвучили. И было приятно поддержать ее начинание. Потому что, по большому счету, мы и она, и мы двигаемся в одном направлении. Батюшка, ну вот задаю следующий вопрос. Но уже примерно, исходя из течения нашей беседы, понимаю, как вы на него ответите. Вы сказали о том, что там, где объединение, там погравительство Божье. Сейчас идет непростой период в жизни Одинцовского района. Одинцовский район движется, по крайней мере, предварительно в сторону преобразования в городской округ, объединение некоего. Я знаю, что вы присутствовали на публичных слушаниях, посвященных этому вопросу, вопросу преобразования. Вы сидели в первом ряду. И поэтому, естественно, мне бы хотелось спросить ваше мнение по этому вопросу. Сторонник ли вы объединения? Ну, я опять же говорю, что я примерно предполагаю, как вы ответите. Но, может быть, ошибаюсь. Вы знаете, я вот свою позицию высказал уже на общественных слушаниях. И, наверное, я сейчас хотел заподелиться каким-то уже таким мнением относительно самих слушаний, которые прошли. Вот что для меня, как человека, в принципе, не жителя даже Одинцовского района, но находящегося здесь по 20 часов каждый день, да, что для меня показалось немного необычным? Почему-то те люди, которые были против объединения, они свое мнение высказывали очень эмоционально, порой иногда переходя даже на крик. Те же люди, которые выступали за объединение, их позиция была достаточно уверенной, их позиция была, мне кажется, твердой, и они это спокойно пытались донести до всех присутствующих в зале. С чем это связано? Я пока сам для себя не могу объяснить. Да, опять же, для меня действительно очень важно, чтобы этот вопрос не стал камнем преткновения и никаким образом не разделил общество на тех, кто за, на тех, кто против. И, опять же, мне кажется, что те знания, те сведения, которые имеют люди, они не совсем полны. Почему? Потому что у людей возникают вопросы, на которые были даны ответы, на них просто не услышали силу того, что были очень эмоциональны и, наверное, иногда слушали только себя. Или, возможно, читали лишь только то, что было написано в их листах, с которыми они выходили. Поэтому мне кажется, что все-таки здесь нужно, во-первых, проявлять терпение, во-вторых, ни в коем случае не переходить на личности. И Андрей Редович об этом сказал в самом начале, и ведущая об этом сказала, Лариса Лазутина. Поэтому действительно было очень заметно, что сторонники объединения почему-то услышали этот призыв, а сторонники, вернее, тех, кто был против, почему-то призывы не услышали. Опять же, для меня это стало загадкой, почему так. Конечно же, что касается меня лично, то я в любом случае всегда за любое объединение, если это консолидирует те силы, которые способны что-либо изменить. Как мне кажется, что в данном случае вот эта консолидация пошла бы, безусловно, во благо каждому жителю Одинцовского района. Ну, возьмем Одинцовское благочение. Ведь оно уже объединено как раз практически в территориально, в тех же рамках, в которых предполагается создать округ. И мне, честно говоря, сложно представить, что бы было, если бы она была разделена на подблагочение, на 16-е. Вы знаете, мало того, что Одинцовское благочение – это единый округ. Я вам даже, может быть, какую-то тайну открою для тех, кто не знает. У нас те храмы, которые находятся в городе, которые, может быть, имеют большие возможности, помогают тем храмам, которые находятся в более отдаленных селах или... Сильные приходы помогают более слабо. И это нормально абсолютно. И вот здесь, наверное, надо думать не только о себе, но и о своих соседях, о тех, кто живет рядом с тобой, да, о тех, кто нуждается в помощи. Нужно просто понять, что общее – это всегда важнее, чем частное. Потому что именно из частного состоит то общее, понимаете. Когда мы думаем только о себе сами, когда мы думаем только о частном, к сожалению, тогда страдает общее дело. Вот, наверное, если этим будут руководствоваться люди, которые или за, или против, то, наверное, они примут правильное решение. Но вообще, мне кажется, что идея объединения – это вообще как часть культурного кода русского мира. Всегда общинность, соборность. Эти понятия всегда были над личными интересами человека. Если это глубоко в историю, то можно просто посмотреть по тем округам, которые уже въединились. Это и Балашиха, и мытища, и мытища. Можно посмотреть. Да, и посмотреть отзывы людей на сайтах. Ведь я думаю, что те, кто выступал против, к сожалению, не имели такой возможности узнать истинное положение дел и понять истинную картину происходящего. Почему-то многие лишь говорили о каких-то частностях, забывали. О личных потерях, забывая об общем. Надо понять, что многие процессы, которые сейчас идут, они были запущены очень давно. И не всегда возможность есть остановить что-либо. Потому что если сейчас остановить какой-либо процесс, запущенный, предположим, 7-8 лет назад, то это может повлечь, скажем так, цепочку, некую цепочку отрицательных последствий, которые потом, в свою очередь, приведут к еще большим отрицательным значениям. Поэтому, безусловно, даже остановка должна быть плавной, если какие-то процессы вызывают не совсем положительные эмоции. А на мой взгляд, опять повторюсь, что все-таки объединение – это абсолютно процесс положительный. И я думаю, что он принесет пользу каждому жителю Несовского района. Это мое личное мнение, как гражданина, как человека, который видит и общается с людьми каждый день. Батюшка, ну и еще такой один вопрос, достаточно, скажем так, житейский. В октябре начался учебный год в воскресных школах нашего района. Почему, во-первых, он не совпадает с учебным годом общепринятым в светских школах? И во всех ли школах он начался? Все ли прошло в этом плане единовременно и, с вашей точки зрения, правильно, нормально? Действительно, мы обычно начинаем учебный год или уже в конце, в последний воскресный день сентября, либо в самое первое воскресенье октября. Это связано просто с тем, что у детей и так достаточно большая наруска в сентябре, и нужно адаптироваться после каникул к средней школе. Если мы еще их призовем в воскресный день прийти в школу воскресного, то, наверное, это будет тяжеловато немного. Поэтому, просто исходя из практической целесообразности, мы обычно начинаем учебный год в воскресный школу именно в октябре месяце. Ну и потом уже для детей, которые отучились в месяц, это хотя бы небольшой, но праздник. Почему? Потому что, конечно же, в любой школе воскресной, от самой многочисленной, которая является школой Юрьевского собора или Гребницкого храма, до самой малочисленной на отдаленных приходах, это, конечно же, праздник, возможность для детей пообщаться со священником, возможность детей для общения между собой. И, как правило, всегда это праздник. И вот такой праздник прошел и в Гребницком храме, который собрал более 150 детей с различных приходов Одинцовского благочиния. Для них был устроен спортивный праздник. Они смогли, разделившись на команды, посоревноваться в спортивном зале. Были выявлены, конечно же, победители, но никто не остался без призов. И действительно, это получился такой спортивный праздник, который принес радость не только даже детям, но и их родителям. На какие духовные события, которые пройдут в Одинцовском районе еще до конца 2018 года, вам бы хотелось обратить внимание верующих, ну и вообще жителей нашего района? Совсем уже скоро начнется рождественский пост. И, конечно же, главным, наверное, событием, которое совсем скоро состоится, это открытие рождественских чтений, ежегодных чтений, которые проходят в Одинцовском районе. В этом году открытие состоится в конце ноября. Мы сейчас готовим как раз ту площадку, которая примет вот этот расширенный, скажем так, состав участников. И готовим также и другие мероприятия, на которые обязательно позовем всех желающих. Также готовит сейчас ежегодный конкурс «Рождественская звезда». Это конкурс работ, скажем так, прикладного больше характера, который проходит уже ежегодно в Захаровском Доме культуры. Опять же, уже начнем постепенно готовить праздник Рождества Христова и праздник Крещения. И в декабре мы также помним, что будет праздник Введения 4 декабря и праздник в честь Александра Невского 6 декабря. Именно в дни воинской славы, когда мы особенно воспоминаем те славные подвиги, которые были совершены ради нашего с вами спасения во все годы, не только в годы Второй мировой войны, но и в различные другие войны, которые, к сожалению, в России было достаточно много. Ну и, конечно же, один из любимейших праздников опять людей – это в честь Сителя Николая, Никола Зимний, как называют его обычно. Вот такие события нас ожидают. Ну и, конечно же, много тех процессов, которые уже были запущены и продолжаются. Это и, опять же, открытие, скорее всего, это произойдет с начала календарного года, открытие дополнительных бюджетных мест музыкальной школы. Этот фериал кроется именно в Пригрейненском храме для того, чтобы дать возможность детям бесплатно обучаться музыке, для того, чтобы дать возможность им бесплатно обучаться на том инструменте, на котором мы хотели бы играть. Такая договоренность благодаря Андрею Робертовичу уже есть, уже сейчас формируется. И состав педагогов формируется, и учебные планы, и готовятся помещения. Я надеюсь, что уже с началом 2019 года этот филиал начнет свою работу, и мы надеемся, что он будет долго существовать и принесет, конечно же, радость и облегчение. Почему? Потому что, как мы знаем, музыкальная школа переполнена, и, конечно же, не хватает, к сожалению, мест на всех, но... Тем более, если эти места будут бюджетными, то все будет подарком. Совместный проект с администрацией, я думаю, даст хотя бы небольшую возможность родителей вздохнуть спокойно. Ну, простите за клише, но повестка насыщенная, что называется, до конца года. Будем надеяться, что все это исполнится. Но я все-таки надеюсь, что в конце декабря мы вас увидим в этой студии с неким таким подведением итогов года и с какими-то предрождественскими и предкрещёнскими напутствиями. Ну и хотелось, чтобы и сегодня вы не оставили без такого напутствия наших телезрителей, не завершили наш эфир обращением к телевизионной пастве, можно так, если сказать. Знаете, наверное, самое главное, что хочется пожелать, это чтобы люди в полной мере научились принимать самих себя. Мы, к сожалению, иногда порой бываем о себе слишком хорошего мнения или слишком плохого мнения о тех, кто нас окружает. Вот мне кажется, если переформатировать немножко своё отношение и к самому себе, и к своим ближним, тогда в нашей жизни станет намного меньше конфликтов, станет намного меньше зла, и, наверное, тогда мы сможем ответить себе на достаточно большое количество вопросов, которые возникают у нас на протяжении жизни. Вот это принятие самого себя и принятие своих окружающих, наверное, и будет главным пожеланием для всех наших телезрителей. Несмотря на то, что это очень непросто. Это очень непросто, но, тем не менее, мы должны это делать. И у нас есть на это силы. Ну что ж, спасибо огромное, батюшка, за то, что пришли к нам сегодня в студию. Я напоминаю, что гостем нашего сегодняшнего эфира был благочинный церкви Одинцовского округа, московской епархии, священник Игорь Нагайцев. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры подогнал «Симон»!